Вера Вера — это не то, что мы пытаемся доказать существование Бога. Это, безусловно, он есть. И мы знаем это. Даже бесы верят и трепещут. Поэтому они и кричали «Ты Сын Божий». Они кричали «Иисусу Христу». Безусловно, не эта цель наша — спорить или доказывать кому-то. Мы знаем, что Бог есть. Но нам важно научиться верить в Него, в Его Слово. Верить в Его божественные законы, которые есть законы веры. И жить соответственно тому, что говорит Господь. Действовать соответственно тому, что говорит Господь. Потому что то, что происходит от Бога, оно действительно происходит сверхъестественно. И это происходит по вере. Потому что исцеление больных — это только сверхъестественная сфера. Вера — это как ключ, открывая дверь. Мы можем толкать дверь. Мы можем бить в дверь. Мы можем выломать ее с большими усилиями, если, конечно, но если дверь, замок или засов, там нужно просить это раном бить. Но Бог хочет дать ключ. И ключ — это вера. Мы должны молиться. Нам нужно молиться. И Библия говорит, непрестанно молитесь. Но Бог хочет, чтобы мы... Есть вещи, о которых нужно долго молиться. И как ходатайствовать. Но есть то, что Бог готов сделать просто. И уже вскоре. Или дать нам такую молитву веры, которая дает нам уверенность и спокойствие. И вот как Анна получила спокойствие, она получила это сердце. И это помогло ей идти. Бог дает веру. Одна христианка здесь, одна пожилая женщина, мать, она очень переживала о своем сыне. Потому что сын спотыкался. Он падал. И его постигали большие беды. Так как он падал в употребление алкоголя, то с этим приходила беда. Библия говорит, у кого вой, у кого слезы, у кого багровые глаза. У тех, которые сидят за вином. Поэтому, а так как тот человек был слаб, и он падал, и он не мог удержаться, то враг атаковал его еще сильнее. Всякие ушибы, порезы, ножевые раны, переломы костей, ушибы головы. Это было страшно. Мама была в слезах. Все родные были в слезах. Было очень трудно. Молились. И я тоже молился. И переживал. Брал как-то пост. Потому что я уже не знал, думал, как помочь. То есть хотелось. Я очень любил этого человека, потому что он хороший в душе. Но враг его атаковал, и он таким образом падал. И вот неожиданно приехал брат один и стал служить. И он сказал, что здесь находится женщина с таким-то именем. И он назвал имя. И эта женщина встала. И он сказал ей, у меня есть слово от Господа для вас, что Бог услышал вашу молитву. И вы получили ответ. И она с тех пор, она поняла, что Бог спасет ее сына. И вот тогда она говорит, я получила покой. Она получила покой. Какое-то время прошло. Я не знаю, сколько месяцев. И Господь совершенно спасает ее сына. Вы понимаете? Она приняла слово верой. И она получила покой. И таким образом она вышла из состояния страшного переживания. Состояние покоя и ожидания. Упования, что сделает Господь. Вы знаете, когда мы покупали с вами это здание, оно стоило очень дорого. И у нас с вами не было таких денег. Но нам нужно было платить полтора года. Полтора года. И каждый месяц платить три с лишним тысячи долларов. Мы обещали три с лишним тысячи долларов. Церковь в 1997 году. Она имела очень маленькие деньги. Зарплаты были, например, там пару тысяч крон. И там две тысячи, три тысячи крон. И церковь пошла верой. И так как мы шли верой, и Бог совершал чудеса, но иногда нам не хватало веры. И мне не хватало иногда веры. Потому что приближался следующий месяц. И нам нужно обязательно заплатить эти деньги. А кроме этих денег нам нужно еще заплатить тепло, свет. И всю нашу работу. И я начинал унывать. И я переживал шесть месяцев. С одной стороны мы верили. С другой стороны, когда не хватает веры, то это превращается в личную муку. Потому что я лично поставил подпись. Мы несем ответственность за то, что мы будем платить полтора года. Три с лишним тысячи долларов в месяц. Это был шаг веры. Но когда пришло время платить, и мы заплатили потом опять, тем не менее, нечто давило меня и угнетало меня. И это приносило настолько такие внутренние муки и давление, что я бросил свои курсы заниматься эстонским языком. Тогда я только сдал на категорию АБ. И я не в силу был заниматься. Потому что все мои мысли, они были о финансах. Каким образом нам купить эту нашу дорогую церковь? Вы понимаете? Построить ее. И поэтому я под этим давлением не мог заниматься эстонским языком. Поэтому у меня есть проблемы с эстонским языком. Но в сентябре месяца 1997 года, спустя шесть месяцев, нечто пришло в мое сердце. И я сказал, Господи, я не могу так больше. Я отдаю эту заботу Тебе. Я просто верю, что Ты это сделаешь. Мне трудно нести это. Вы понимаете, когда у Вас нет денег, и Вы знаете, что Вы вместе с верующими, но у Вас нет таких денег, только Бог может. И вот когда я поверил, то Бог взял меня из области моих страданий, что я переживал. И мало кто это знал, что я сильно переживаю. И я взял меня в область веры. И мне стало легко, легко, очень легко. И я никогда это не забуду. И следующий год, который мы выплачивали, Бог не оставил нас. Бог совершал постоянно чудеса. Но мне было уже легко идти. Это другая область. Это другой уровень. Это не мой уровень. Это уровень веры. И вот Господь, Он говорит, видя веру их, Он поднимает человека. И Бог говорит нам, что есть два пути. Бог защитит вопиющих день и ночь. Бог не может презреть и отвергнуть молитвы и вопли матерей, когда они плачут за детей. Он слышит стоны, Он знает вопли, Он видит слезы. Но Бог нам еще нечто предлагает. Когда Иаир, Он пришел к Иисусу просить об умирающей дочери, и Господь сказал, Я приду. И Он пошел за ним. И вдруг женщина пришла. И эта женщина, имея веру, она опередила. И она взяла исцеление. Она верила, что она коснется Господа, и она будет исцелена. Вот ее вера заключалась в том, чтобы ухватиться за одежду Иисуса. Просто коснуться, и все. И она так сделала. И хотя она не спросила Господа разрешения, она не спросила разрешения окружающих, и она, безусловно, стеснялась и боялась, потому что ее болезнь, она обязывала ее держаться на расстоянии, и так далее. И Библия говорит, что если у человека есть какое-то истечение из его тела, мужчина или женщина, то этот человек нечистый. И все, до чего он коснется, будет нечисто. И поэтому Бог говорил в Ветхом Завете, что люди должны были соблюдать гигиену, они должны были определенным образом дистанцироваться от людей. Но пришел Христос. И Он покрыл это своей благодатью. И Он позволил людям касаться Его. Он позволил прокаженным касаться Его. Аллилуйя! Это была вера. Вы знаете, Иисус Христос дотронулся, коснулся, возлагал руки. И молитва веры исцеляла болящих. Дадим Богу хвалу. Аллилуйя! Эта женщина коснулась веры. И она вышла в другой уровень. 12 лет она не могла исцелиться. Она потратила имущество. Поверьте, это огромные деньги. Она потратила все свое состояние и пришла еще в худшее состояние. Но, услышав о Христе, она подошла сзади. Она говорит, я только коснусь. То есть ее вера, она верила в малый шаг, который будет действовать. Точно так же сказал офицер Рима. Он сказал, только слово скажи, Господь, и мой слуга выздоровеет. Только слово. Я понимаю суть слов. Он сказал, я понимаю приказы. Я говорю тем, кто в подчинении, иди, и он идет. Приди, и он приходит. И он сам исполнял приказы выше стоящих. И он говорит, скажи только слово. Этого будет достаточно. И Господь оглянулся на людей и сказал, вы видите? И в Израиле я не нашел такой веры. И Иисус ищет что? Веру. Придя, найдет ли веру на земле. Он хочет, чтобы я и ты, мы имели веру. Однажды он был с учениками на лодке. Когда я сегодня открыл Евангелие от Луки, я был просто, знаете, как будто бы поток устремился. Вот все, что я читал, это было все сладостно. Вот все. Я подумал, ой, как бы хотел вот сейчас вот все это перечитать. Все эти истории, потому что эти истории, они говорили удивительные вещи о вере, о Христе. Например, он с учениками, Луки 8, он отправился в лодке. И был ветер противный, то есть это был шторм. Мы сегодня утром или вчера видели, как дрожат флаги. Магазин «Призма», эти флаги трепетали. Это говорит о том, что это штормовой ветер. Это говорит о том, что на море не менее 5-6 баллов ветра. Это значит, что это опасно для рыбаков, опасно для лодок, опасно для яхт. И для нас это мало что говорит, но это признак для судоводителей, для тех, кто управляет маломерными судами, что это опасно. Поэтому признаки – это флаг трепещущий ветра, это высота волны. И вот, когда они вышли, когда они вышли на лодке, то… Луки 8-я глава, то нечто произошло. 8-я глава. В один день он вошел с учениками в лодку и сказал им, переправись им на ту сторону озера. И отправились. Во время плавания он заснул. На озере поднялся бурный ветер. И когда они уходили, все было хорошо. Когда Иисус спал, и они прошли определенный час пути, поднялся сильный ветер. Сильный ветер. И написано бурный ветер и заливало их волнами. Луки 8-23. И они были в опасности. Они были в опасности. Это реально. Это не кажущаяся опасность. Это реальная опасность. Но смотрите, подотяг разбудили его и сказали, наставник, наставник, погибаем. Он, став, запретил ветру и волнению воды. И перестали. И сделалась тишина. В одном месте Писания говорится, что Петр подошел. Он сказал, учитель, наставник, тебе и нужды нет, что мы погибаем. Это был опытный рыболов. У них была лодка, на которой помещались свободно 13 человек. Ученики в лодке. Это значит 12 плюс 1. Это большая лодка. Это больше, чем вот эти ялы шестиметровые, на которых там в клубе юных моряков плавают. Это большие лодки. Это маломерные, но это большие суда. И вот этим лодкам угрожала опасность. И Петр закричал. Они сказали, наставник, мы погибаем. А Иисус спал. Он проснулся, и Он повелел ветру, повелел воде. Настала великая тишина. Но Он сказал им нечто. Что вы так боязливы, маловерные? Что у вас нет веры? Или в другом месте здесь написано, где вера ваша? Господь услышал их вопль. Он сказал, не ответит ли Бог на вопль? Он ответит. Но Сын Человеческий найдет ли веру? И поэтому Бог хочет, чтобы мы вошли в область веры, и чтобы мы ходили в вере. Да, здание оказалось нам огромной нуждой, большой проблемой. Некоторые даже покинули церковь из-за этого. Они ушли, потому что они усомнились, что это здание возможно купить. Но слава Богу, Бог все равно это здание благословил. Аминь. Здесь был пол. Здесь был пол, он скрипел. Да, он был покрыт старым паркетом советским, но он скрипел. И представьте, когда во время богослужения скрип, скрип, скрип. Понимаете? Мы решили разобрать пол. Мы верили, что Бог даст нам новый пол. Скажите, Аллилуйя. Аминь. Мы верили, что у этого пола будет мягкое покрытие, на него будет встать на колени. Мы верили, что будут новые батареи. Здесь были старые батареи, они были переплетены, они были такие, как вот на лестнице, когда вы поднимаетесь. И мы верили, что у Господа есть новые батареи, вот которые здесь. И человек сказал, почему они сняли батареи? Ему не понравилось. Он рассердился и ушел из церкви. Но Бог дал батареи. Одному человеку была возможность купить автомобиль. Ему подарили деньги, две с лишним тысячи долларов. Он взял эти деньги, вместо того, чтобы купить автомобиль, купил батареи на церковь и подарил. Скажите, слава Господу. И мы имеем красивые батареи, мы имеем хороший зал. Это сделал Господь. Слава Господу. Скажем, слава Богу. Аминь. Вера. Вера. И Господь говорит, где вера ваша? То есть, Он хотел ее увидеть. Смотрите, Петр говорит серьезно. Прилагая все старание, покажите вере вашей, добродетель. То есть, Бог не говорит здесь, что мы должны показать это людям, в смысле, себя, что мы делаем, но показать Богу мы должны. Поэтому эта проповедь, можно сказать, она называется покажи свою веру или показать свою веру Богу. Помните, когда Елисей, он один стоял против войска. Войско пришло, чтобы схватить его. И его слуга сказал, увы, мой господин, все. То есть, город окружил Елисея. Почему? Простите, враги окружили город Елисея. Почему? Потому что Елисей открывал их тайны. Он был пророком. И он каждый раз знал, когда сирияне пойдут в атаку. И поэтому он говорил царю, берегись, вот там залегли сирияне, не иди тем путем. Там засада. Потом, приготовься, вот царь идет на тебя, Сирия идет на тебя, вот там и там. И царь спас свою жизнь, ни раз, ни два. И вдруг сирийский царь говорит, кто из наших находится в связи с Израилем? Кто передает, кто является шпионом? Они говорят, это никто. Просто у них есть пророк, который знает то, что ты думаешь и говоришь в своей спальне. И он сказал тогда, схватите этого пророка. И этот пророк был Елисей. И окружили город, и этот пророк стоял там. И его слуга говорит, увы, то есть это конец. Но он сказал, Господи, открой ему глаза, потому что тех, кто с нами больше, чем тех, которые с ними. И Бог открыл глаза его слуге, и слуга увидел, что город окружен огненными колесницами, что ангелы Божии здесь. И тогда пророк сказал, Господь, порази этих людей слепотой. И вдруг они ослепли. Они все ослепли. Он сказал им, это не тот город и не то место, куда вы пришли. Пойдете за мной, я отведу вас к тому человеку. И он привел эту армию, ослепшую сирийскую армию, он привел прямо к царю, царский город. И сказал, Господь, открой им глаза. И они открылись. И они увидели, что они в окружении. И царь говорит, ну что, отец мой, не побить ли их нам мечом? А он сказал, разве ты их мечом победил, чтобы убивать? Накорми их и напои, и отпусти с миром. Аллилуйя. Это была вера. Слава Господу. И этот человек, он был выше. И Бог говорит, помните, брат сказал в воскресении, Божьи мысли выше наших мыслей. Скажите аминь. И Божьи пути выше наших путей. Скажите аминь. Я хочу спросить, мы хотим быть в области веры? Аминь. Мы хотим быть поднятыми? Аминь. Вы знаете, есть преимущество у лифта, особенно, когда живешь на девятом этаже или восьмом. Можно идти пешком. Это трудно. Можно идти пешком. Да, это полезно, но иногда тяжело, иногда не хочется. Но лифт, он поднимает. Так вот, вера, это нечто, что поднимает нас. Без веры мы идем своими усилиями, и нам трудно. Мы можем очень трудно пытаться копить деньги, пытаться предлагать собственные старания всеми силами, но вера, она подключает Бога. Он приходит в эту ситуацию. И удивительно, что мы обнаруживаем Божье вмешательство, и мы начинаем благодарить. Поэтому, находясь в жизненных испытаниях, мы имеем возможность научиться вере. Поэтому, когда мы находились также в библейской школе, это была возможность учиться вере, потому что у нас было ограниченное количество финансов, на которые невозможно было купить мясо, рыбу, но как-то продержаться, такие молочные продукты, каши, что-то. И поэтому нужен был Господь. И молились Господу, и Господь посылал продукты, Он посылал пищу, Он благословлял. И это было в течение девяти месяцев. Это не было... Мы ни у кого никогда не спросили, ни у кого не спросили даже в долг. Мы ни у кого, никому не сказали, но Бог посылал правильных людей в правильное время. Кроме того, мы решились верить, я решил все верить и молиться за аппаратуру для этой церкви, что у нас будут микрофоны для церкви, шнуры, что у нас будут штативы для микрофонов, у нас будут колонки, усилители, чтобы проповедовать в палатках, что у нас будет электрогитара, что у нас будет большой автобус для миссионерского служения, у нас будет видеокамера и там что-то еще. Это был большой список. И просто начать молиться в вере и благодарить Бога. Мы начали называть, исповедовать список. Господь, благодарим Тебя. Пошли вот это, это. Вы знаете, все. В течение этих месяцев все это пришло. Мы вернулись из Швеции. За нами приехал большой, красивый автобус, наверное, 50 мест, которым мы евангелизируем. У него был хороший люкс-салон. Он не был новый, но он был в отличном состоянии. Вот. Мы привезли видеокамеру, привезли электрогитару бесплатно, потому что было объявление 500 евро, 500 крон, простите, 500 шведских крон стоит электрогитара. Я позвонил, копил деньги. Человек пришел, принес эту гитару и показал, поиграл. Я ему дал деньги, и он спросил, кто мы, откуда мы, и он взял деньги, и когда он взял, он сказал, а теперь я отдаю их вам обратно, что я хочу вам подарить эту гитару. Вот. Человек пришел, подарил нам такие микрофоны дорогие. Он сказал, эти микрофоны, американские, они использовались на очень больших конференциях, мужи Божьи через них проповедовали, они помазаны, он сказал, духом сердцем. Поэтому, говорит, вот вам микрофоны. И Господь подарил колонки, усилитель, потому что один человек, у него была эта аппаратура, и она стояла дома, ему было под 50, и он купил эту аппаратуру у молодого студента, у которого не было денег на учебу. И тот человек, он сказал своему товарищу по общежитию, там его товарища было, он уже взрослый, пожилой, и он говорит, купи у меня аппаратуру. Он говорит, я могу тебе каждый месяц платить за нее. И он говорит, тогда я буду выплачивать за учебу. И тот брат из Норвегии, он продает эту звуковую аппаратуру, колонки были, Professional Jammo, и такие, всю эту аппаратуру, он продает этому человеку. И вот этот человек сидит в своей комнате в общежитии. Я пришел к нему, он сидит в кресле, и такие колонки, був, 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 он сидит, так слушает, слушает, потом приходит ко мне и сказал, вам нужны колонки в церковь? И я говорю, да. Говорит, мне Бог сказал, тебе эти колонки не нужны, они нужны Владимиру, он сказал. И я говорю, да, нам нужны. И вот все это имущество, все это, что хотелось для церкви, Бог послал. Потому что вера, она поднимает нас выше. Представьте, студент, у которого нет ничего, но у него есть Бог, и он дает ему на сердце просить. Я лично попросил Господа о чем-то, попросил стиральную машину, молился, попросил автомобиль, ну что-то еще. Но церковный список был большой. И все-все это дал Господь. И я вернулся из библейской школы на автомобиле, и на нем была прикручена новая стиральная машина. Это был Господь, скажем, слава Богу. То есть, это была вера. Но речь не идет сейчас о каких-то просто вещах, а пример, что Бог, Он хочет, чтобы мы верили. И вот Он говорит, покажите вере вашей. Значит, Бог хочет, чтобы моя вера была показана. Знаете, я унываю, может быть, я переживаю дома. Надо строиться, надо что-то делать. А Бог говорит, покажи свою веру. Иаков говорит, покажи свою веру из дел своих. И так Бог хочет, чтобы мы бы показали Богу свою веру. И поэтому это такой призыв сегодня для нас. Иакова написано 2.18. Бог говорит, покажи мне веру твою. Покажи без дел. То есть, ее как бы не существует. Но покажи, я покажу тебе веру из дел моих. Но другими славами, Бог хочет, чтобы мы показали веру. Теперь Петр говорит, 1 Петра, он говорит, простите, 2 Петра, 1 глава, 5 стих. Вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Здесь, конечно, не говорится, что бы мы на показ делали, в смысле перед людьми. Потому что Бог говорит, все, что делаешь, делаешь в тайне, чтобы правая рука не знала, что делает левая. Значит, мы должны как-то это Богу показать. Кто согласится? Скажите, аминь. Показать Богу. А Бог знает внутренне все. Он знает в сердце. И поэтому Бог сказал через Давида, сказал своему сыну Соломону, он сказал, Бог знает движение мыслей. Это сказано в Паралипоменон. Сказано, что Бог знает движение мыслей. И второй Паралипоменон, очи Господа обозревают всю землю. Поэтому он ученикам говорит, где ваша вера? Видя веру их, он увидел веру, он сказал, прощаются тебе грехи твои. И видя, что у них было неверие, когда шторм был, он сказал, где вера ваша? То есть, я хочу видеть это. Помните, Библия говорит, испытывайте себя, верили вы. Верите ли я, верите ли вы, что я могу это сделать? Помните, говорил Иисус. Поэтому вот это качество веры, оно очень ценное. Мы иногда обижаемся на Бога. Мы хотим, чтобы Господь просто сделал милость. Но Господь говорит римлянам 3.16. 4.16. Надо, чтобы по вере, чтобы было по милости. По вере, чтобы было по милости. И поэтому мы иногда пытались уговорить Бога. Мы пытались плакать. Мы могли бы, как дети, иногда сесть, все, я не пойду больше, я не могу больше идти. Знаете, детки сели на дороге и плачут. Но Бог говорит, ты должен подняться в вере и идти. Чем мы победим сатану? Только верой. Возьмите щит чего? Веры. Чтобы можно было угасить раскаленные стрелы лукавого. Да, есть время, когда мы плачем. Помните Давид, он плакал. Они все плакали, потому что их семьи забрали, детей забрали в плен. Амаликатяне пришли, Амалик увели. Горе. Что они сделают? Как они заберут своих детей? Как они заберут своих жен? Что они все плакали, не было силы плакать? Они плакали, пока уже не было сил. Рыдали. А народ еще хотел побить Давида камнями. Но Давид стал молиться Богу. Идти ли мне? И Бог говорит, пойдешь, догонишь и отнимешь. Скажите, слава Богу. Это вера. Это вера. Понимаете, когда пришли несколько царей, воевали и захватили Содом и Гоморру. Несколько царей, по-моему, три царя против пяти царей. Они захватили всех, и в том числе Лота. Авраама было только 300 человек. И он погнался. Он верил. И Бог дал ему победу. Поэтому вера повсюду в Библии. Дорогие, я буду заканчивать проповедь. Хочу лишь оставить вот эти слова. Видя веру их. Помните, где вера ваша? Вера. Помните человека? Как он показал свою веру? Он был исцелен от проказы. Девять других так же. Десять человек были исцелены. Но один показал веру свою. В чем он показал? Он решил вернуться и начать прославлять. Десять человек исцелились от проказы. Иисус, видя веру его, сказал, иди, твоя вера тебя спасла. То есть можно было не славить Бога. Мы можем просто посидеть в церкви. Мы можем походить в коридоре. Но это не будет вера. Мы можем часть собрания пропустить. Но это не будет по вере. Скажите аминь на это. Можно поговорить с друзьями. Это неплохо. Можно посидеть в вестибюле. Можно там немножко в телефоне посидеть. Это не будет вера. Вера. Это я хочу быть в церкви. Я хочу услышать каждое слово. Я хочу помолиться в конце церкви. Я хочу посеять свои финансы. Это будет моя вера. Скажите. Аминь. Иисус пришел в храм. И он сел напротив сокровищницы. Вы знаете, мы бы так не решились бы. Вот я не сидел бы с вами и не смотрел, кто сколько пожертвует. Потому что, ну, из скромности нам неудобно. Но Иисус мог, потому что Он Господь. Он сел прямо напротив сокровищницы. И Он смотрел, как проявляется вера. Он смотрел, как действует вера. И вдруг подошла женщина. Она была бедная вдова. И она достает две монеты. Это было все, что у нее было. И она жертвует это. И Он сказал, эта женщина больше всех положила. И Иисус, Он смотрел. Он смотрел на веру. Он сидел, смотрел на сокровищницу. И там наша вера. Это проявление нашей веры. Но Бог говорит, все возможно верующему. Когда мы говорим о вере, как об усилиях, это нас беспокоит. Ну, стоит ли идти в море, если там будет шторм? Стоит ли жертвовать деньги, потому что я сам потеряю нечто? О, могу ли я молиться за больных, а вдруг не произойдет исцеление? О, буду ли я проповедовать? У меня не получится, я плохо говорю. Что это? Это сомнение. Это не вера. Согласитесь, правда же, да? О, нужно ли мне пойти в среду на богослужение? Я так тяжело работал. Нет, вера говорит. Я пойду, я что-то возьму в свое сердце от Бога. Может быть, Бог как раз для меня что-то сегодня скажет. Может, действительно, Он даст мне лифт вместо того, чтобы я мог ходить на девятый этаж пешком. Скажите, аминь. Скажи, Бог поднимет меня. Он поможет мне. Он укрепит меня. Субтитры создавал DimaTorzok